Хорошо, поэтому предлагаю начинать с нашей занятий. Сегодня у нас второй вебинар дистанционного курса для подготовки к ЕГЭ под названием «ЕГЭ. Сдавайте». Проведил их его Дерезин Светослав Викторович, кандидат в физико-математических наук, член экспертной комиссии ЕГЭ по математике и автор пособий нашего издательства. С графиком проведения дальнейших вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте, там же можно и запланировать свое участие. И в этом случае на вашу электронную почту, незадолго до мероприятия, а именно за день и за час до него, придет напоминание и ссылка для входа на вебинар. Все материалы мы размещаем на нашем сайте, на странице вебинара после 18.00 по московскому времени. Это презентация и видео-вебинары. На сегодняшнем занятии мы дадим правильные ответы ко всем заданиям пробного ЕГЭ базового и профильного уровня. Разберем трудные задачи и часто повторяющиеся ошибки задания. Ответим на все интересующие вас вопросы и подведем промежуточный итог пробного ЕГЭ по математике. Уважаемые участники, из-за большого количества присланных работ, а их оказалось около 400, мы вынуждены объявить о продлении проверки. В ходе ее завершения, скорее всего, это будет конец октября, мы на нашем сайте разместим таблицу, где каждый участник может узнать как общий балл своей работы, так и результат каждого задания. Приносим извинения, мы не успели проверить все работы, вот сами не ожидали такого количества присланных работ. Все участники сегодняшнего вебинара получат электронный сертификат. В чате я нахожусь под именем издательства «Легион». Все вопросы лектору задавайте в чате, вопросы мне, модератору, задавайте, используя кнопку «Задать вопрос» в левой части экрана. А сейчас я желаю всем подробной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Доброго времени суток тем, кто смотрит это видео в записи. Сегодня, как уже было сказано, мы разберем задачи пробного ЕГЭ, который прошел 3 октября, задание к которому мы вывесили 3 октября. Ну и наиболее сложные вопросы, которые появятся в процессе сегодняшней презентации, я готов на них ответить в конце. Еще раз хочу поблагодарить всех за участие в наших мероприятиях. Спасибо всем тем школьникам, кто решал задачи. Таких оказалось больше 400 человек. В общем, несмотря на то, что проверка еще полностью не закончена, предварительные итоги и проверки я примерно расскажу в конце моего сегодняшнего вебинара. Итак, значит, для начала мы начнем разбирать задачки базового ЕГЭ. Постараюсь прокомментировать их максимально быстро. Значит, еще раз для тех, кто планирует свое время, хочу сказать, что сегодняшний вебинар продлится больше чем полтора часа, то есть до пяти часов вечера. Тем, кто смотрит, соответственно, наш вебинар в записи, но имейте в виду, что разбор заданий профильного начнется где-то через минут 20-полчаса. Если вдруг базовый ЕГЭ вам не интересен, и вы писали сразу ко мне. Итак, базовый ЕГЭ. Первое задание. Найдите значение выражения. Ясно, что... Так, что-то писает. Ага, вот. Значит, найдите значение выражения, решение. Ну, просто посчитать произведение двух десятичных дробей. Как это сделать наиболее рационально? Значит, посчитаем в скобках 4,3, которые надо будет умножить на 5,2. Вот. Затем для удобства умножим 4,3 на 5, 4,3 на 0,3. Получаем 21,5 плюс 0,86. 22,36. Ну, с этим заданием справилось большинство участников, кто за него брался. Я думаю, около 80-90% решили эту задачу. Никаких проблем, я думаю, идейных с этим заданием нет. Следующее задание. Точно так же посчитать выражения, то есть сократить дробь. Значит, для этого надо представить 6, как произведение двойки и тройки. И затем сократить соответствующие одинаковые степени в числителе и в знаменах. Получается, что 2 в 5 присутствует и там, и там. А тройка, значит, в числителе и в седьмой степени, в знаменах или в пятой. Значит, ответ будет 3 во второй или 9. С этим заданием тоже справилось. Тоже, я думаю, в районе 80-90% всех тех, кто за него взялся. Кто участвовал в базовом мире. Следующая задача про реки. Немножко сложнее уже, чем в предыдущие две. Значит, длины двух рек относятся как 5 к 3. При этом одна из них короче другой на 26 километров. Найдите длину меньшей реки. Ответ дайте в километре. Но решение такое. Поскольку длины относятся 5 к 3, обозначим длину большей реки как 5х, а длину меньшей реки как 3х. Тогда разница, которая дана у нас в условии, это будет L1 минус L2. То есть 2х и равняется 26, откуда х равняется 13. Нас спрашивают длину меньшей реки. То есть L2, она равна 3х. 3 умножить на 13 это 39. Вот таким образом ее длина 39 километров. Но по этой задаче тоже принципиальных вопросов нет. Статистика тоже по ней в районе 70%. Дальше. Задача про параллелепипед. Про умение подставлять числа формуль на выражение. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами A, B и C вычисляется по формуле. Но все, кто собираются сдавать ЕГЭ в этом году, эту формулу должны знать. Хотя для тех, кто сдает ее на базовом уровне, она будет приведена в справочных материалах. Те, кто на профильном уровне, эту формулу нужно знать. Значит, площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда равняется S, значит, равно 2AB плюс AC плюс BC. То есть это сумма всех удвоенных произведений трех элементов A, B и C. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, если его ребра имеют длины 4, 5 и 6. Ну, подставляя значение в эту формулу, просто получаем, что это будет 2 внуш на 74, равно 140 в общем. Здесь, по-моему, процент уже похуже. То есть, на самом деле, оказывается, что подставлять числа формулы умеют не все. Ну, то есть, я думаю, что процентом где-то от 60 до 70 выполнено. Более точные проценты и все остальное мы опубликуем в виде сводной таблицы, если кому это интересно. А также из нее каждый сможет узнать свой результат и те задачи, которые он решил правильно или неправильно. Сейчас у нас только предварительные итоги. К сожалению, чтобы не было потом дополнительных вопросов и замечаний, мы предварительные итоги публиковали. Следующая задача. Найдите значение выражения, произведения двух иррациональных выражений. А как можно решать? Можно упростить выражения, которые стоят в скобках. Корень из 72 – это 6 корней из 2, а корень из 32 – это 4 корня. Умножить все это на корень из 2, значит, тогда можно просуммировать 10 корней из 2 на корень из 2 – это 20. Так, хорошо. Значит, пошли дальше. Дальше, да, здесь статистика еще хуже по этой задаче. А конкретные значения я уже так нападу. Значит, на бензоколонке литр бензина стоит 34 рубля. Водитель залил в бак 25 литров бензина и купил пакет сока за 53 рубля. Сколько сдачи он получит? 1000 рублей. Ну, посчитаем, сколько денег он заплатил за свою покупку. То есть, 24 литра, значит, 25 литров бензина по 34 рубля – это 34 умножить на 25 и плюс 53. Значит, здесь как легко посчитать. 17 оставляем от 34, а двойку перебрасываем на 25. Получается, 17 умножить на 50 плюс 53 – это 850 плюс 53 или 903 рубля он потратил. Ну, тогда сдачи он получит 97 рублей из 1000. Найдите корень уравнения, простейшее линейное уравнение. Как мы решаем его, раскрываем скобки, переносим в левую часть то, что от х зависит, то, что там и так было, а в правую часть то, что от х не зависит. Получается, 10х равняется минус 90 или ответ х равно минус. Здесь типичная ошибка почему-то была примерно, ну, я не знаю, где-то процентов в 10 работ, ответ был плюс 9. То есть, на самом деле, переносили выражение в правую часть, не меняя знак, по-видимому. Или еще какая-то ошибка наложилась. Ну, в общем, самая типичная ошибка была здесь, ответ плюс 9. Так, задачка на подобные фигуры. Столб подпирает детскую горку посередине. Найдите высоту х столба, если высота h горки равна 2,8 метра. Ответ дайте. Ну, то есть, если столб подпирает горку посередине, то его длина будет равна половине длины столба. Потому что, сейчас, потому что это средняя линия в треугольнике. То есть, чтобы найти среднюю линию, надо h разделить на 1. Получим 1,4. Вопрос? Почему задание не округляется? Ничего не округляется. Конечная десятичная дробь означает, что и сотые, и тысячные, и так далее. Просто конечная, это означает, что их не бесконечное число. То есть, 1 третью вы не сможете записать в виде конечной десятичной дроби. А 22,36, пожалуйста. Ответом не обязательно является что-то только с числом десятков после запятой. Это вовсе не так. То есть, не надо здесь путать. Если написано округлить, это, как правило, в задачах на теорию вероятности номер 4 в профиле. Там бывают отдельные прототипы, где нужно округлить. Тогда и надо округлять. То есть, там до сотых, до десятых. Если не написано, что округлить, значит, ответ будет точный. И никаких округлений делать не надо с этим числом. Я надеюсь, я понятно объяснил. Пойдем дальше. Это замечание касается ко всем задачам. То есть, если у вас получается результат, который непредставим в виде конечной десятичной дроби, то, скорее всего, вы ошиблись. Это в части B в заданиях с кратким ответом. В заданиях с развернутым ответом ответы могут быть любые. И обыкновенные дроби, и бесконечные десятичные дроби, и все что угодно. Поэтому там ограничений нет. Еще, поскольку раз уж такой вопрос возник, значит, претензии у нас были некоторые к оформлению решений, особенно в части B. Поскольку многие писали ответы через точку вместо запятой. Это в правилах ЕГЭ недопустимо. Но, в общем, на бланках, на которых вы... Первая страничка бланков, когда вы приступите к выполнению ЕГЭ, прочитайте ее, пожалуйста, внимательно. Там написано, какие знаки допустимо использовать и недопустимо при заполнении бланков на самом ЕГЭ. Мы на это внимание особо не обращали, поскольку у нас задания были не на бланках. Но, когда будете выполнять ЕГЭ, пожалуйста, обратите на это особое внимание. В общем, когда еще какие-то конкретные замечания у меня будут по вариантам ответа, которые использовали ученики, я потом сделаю добавку. Здесь пока ничего особенного нет. Значит, восьмой задачи, ответ 1,4. Задача номер 9, задача на соответствие. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями. Каждому элементу первого столбца подберите следующие элементы второго столбца. Ну, вот такие здесь величины приведены, как масса Луны и масса таблетки очень сильно различаются между собой. Масса самосвала, масса ката. Ну, значит, самая большая здесь, понятно, это будет Луна. Вот, аж 10 в 22 степени килограммов. Поэтому, значит, А соответствует ответ 3. Самосвал, ну, вот это 22 тонны. Самосвал В соответствует ответ 4. Кату В соответствует ответ 10 килограмм. То есть, достаточно большой код. И масса таблетки Г это 450 миллиграмм. То есть, ответ 3,4,1,2. Когда будете заполнять бланки на ЕГЭ, там, по-моему, еще будет добавляться фраза, что запишите ответ в каждую клеточку без разделительных знаков. То есть, ответ надо приводить 3,4,1,2. Это задания, которые остались в базовом ЕГЭ и в УГЭ. В профиле их уже нету, где надо соответствие делать. Поэтому в базовом ЕГЭ там будет специальная сноска, по-моему, на первой странице, когда будет объяснять, как что заполнять. То есть, большинство школьников писали через запятую. Мы это принимали как правильный ответ. Но, пожалуйста, обратите внимание. Ну, 10 килограммов это как бы не маленький, но и не самый большой. То есть, бывали рекордные случаи, по-моему, у котов с весом 40 килограмм. Так, поехали дальше. Задача на теорию вероятности. На блюде лежат одинаковые на вид пирожки. 5 из них с вишней, 9 с капустой, 4 с яблоком. Олеся наугад выбирает пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с капустой. Ну, несложная задача. Всего у нас пирожков, то есть, всего исходов в нашем вероятностном событии 18. Это 5 плюс 9 плюс 14. Из них благоприятных исходов, то есть, пирожков с капустой, всего 9. Чтобы найти вероятность, надо число благоприятных исходов разделить на общее число исходов. 9 на 18 это 1 вторая или 0,5. Вот. Тоже большинство школьников эту задачу с ней справилось. То есть, проблем по этой задаче не было никаких. Задача 11. На определение, на график. Значит, на рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпавших в Омске с 5 по 22 января 2004 года. По горизонтали указываются числа месяца, а по вертикали количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности, жирные точки на рисунке соединены. Определите по рисунку, какого числа за заданный период впервые выпало 15 миллиметров осадков. Ну, понятно, что здесь находим 15 миллиметров. Смотрим, ага. Вот эта точка. Значит, 14 января. Еще потом 15 миллиметров было 17-го и 22-го. Но нас спрашивают, когда впервые выпало ровно 15 миллиметров осадков. То есть, ответ тут будет 14 января. Ответ 14. Тоже с этой задачей почти все справились. Задача номер 12, которая оказалась недоступна большинству из тех, кто принял участие. То есть, по ней правильных ответов около 20%. То есть, оказалась задача сложная. Но это возможно из-за того, что здесь есть комбинация нескольких идей. Я на ней остановлюсь немножко. Для транспортировки 30 тонн груза на 2000 километров можно воспользоваться услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указаны в следующей таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку. Главная натуральность этой задачи, с моей точки зрения, что не все поняли, что общее число тонн груза и грузоподъемность каждого из автомобилей находятся в таком соотношении, что не полностью все грузы будут загружены в какие-то автомобили. То есть, количество автомобилей здесь надо рассчитывать отдельно. Это отдельная задача. Помните, сколько шлюпок надо спасательных, сколько сырков можно купить на какую-то сумму. В общем, такого типа задачи здесь рассматриваются как подзадачи, это большая задача. Поэтому, чтобы перевести 30 тонн груза на автомобилях, грузоподъемность каждого из которых 3,5 тонны, то нужно нам 9 автомобилей, поскольку 30 разделить на 3,5, это будет 8,4 седьмых. То есть, у нас надо 8 автомобилей заполниться полностью, еще автомобили 1 заполниться на 4,7, поэтому нужно 9 автомобилей. Поэтому все расчеты мы производим для 9 автомобилей, и нам это все обойдется в 450 тысяч рублей. То есть, мы 9 автомобилей умножаем на стоимость перевозки на 100 километров, и еще умножаем все на 20, поскольку нам надо проехать не 100 километров, а 2000 километров. Значит, перевозчик B здесь мы обойдемся шестью автомобилями, тогда результат будет 6 умножить на 3,800 умножить на 20. Это 456 тысяч рублей нам все это будет стоить, и перевозчик B делим 30 тонн на грузоподъемность каждого автомобиля, на 12. Тоже получается, что число не целое, 12,5, это означает, что нам нужно будет 3 автомобиля. Тогда стоить перевозка на этих автомобилях будет 3 умножить на 8,600 умножить на 20, 516 тысяч. Значит, наименьший вариант, самый выгодный вариант, это 450 тысяч. Много людей, которые за досчеты решили, ну, то есть, процентом 20, но большинство не решило. Ответы там самые фантастические, как к ним приходили, какие типичные ошибки, я даже не могу догадаться. Вот. Но, я думаю, что большая часть из-за того, что не находили точное число автомобилей. Следующая задача, 13. Значит, вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне 40 сантиметров. На каком уровне окажется вода, если ее перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания вдвое больше, чем у первого. Ответ дайте всем. Ну, это известная задача на цилиндрические сосуды. Тут главное, надо учитывать зависимость объема жидкости в цилиндрическом сосуде от высоты этого сосуда и от радиуса основания. От высоты зависимости. То есть, линейная, поскольку мы все знаем формулу объема цилиндра, πr квадрат h. А от радиуса зависимость квадратичная. Поэтому, если радиус основания увеличится вдвое, то высота у сосуда уменьшится в 4 раза. Почему? Поскольку объем жидкости остался неизменным. То есть, выравняется πr квадрат h. И с другой стороны, он будет равняться πr1 в квадрате h1. Ну, вместо r1 поставляем 2r. Это значение радиуса второго сосуда. Получается, что тогда h1 есть h деленное на 4 или 10 см. Типичная ошибка здесь была, самый распространенный ответ, но, наверное, после правильного, это 20. То есть, на самом деле, предполагалось, что площадь основания и, соответственно, объем цилиндра зависит от радиуса той же линейной. Поэтому, если радиус основания увеличился вдвое, то и высота тогда должна уменьшиться вдвое. Но это неправильно. Следующая задача 14. На графике изображена зависимость скорости движения рейса автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость автобуса в километрах в час, а на горизонтальное время в минутах, прошедшее с начала движения автобуса. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому временному интервалу характеристику движения автобуса на этом интервале. Ну, вот здесь интервалы приведены и характеристики. В таблице под каждой буквой укажите соответствующую. Ну, давайте будем смотреть. Значит, интервалы. Интервал от 4 до 6 минут. Что тут происходило? Вот видим, что максимальная скорость была 80, минимальная 0 стояла вот 1 минуту. Смотрим теперь по таблице ответов. Была остановка длительностью ровно 1 минута. То есть, получается, что к А нужно что-то не то. Ровно 1 минута. Ну-ка, давайте еще раз внимательно посмотрим. Тут длинный график. Значит, 4, 6. Тут, видимо, наверное, ответ на этот. Да, табличка, которая здесь приведена, это не та табличка. Видимо, из предыдущего решения. Значит. Да, 14. Вот, ответ правильный 1, 3, 4, 2. Да, спасибо. Табличка неправильная, но ответ правильный. У нас ответ правильный. Поэтому, значит, здесь табличка, видимо, из какой-то другой задачи пришла. И я это не отловил. Значит, к пункту А ответ 1. Значит, дальше мы смотрим, что у нас, какой там промежуток времени. 9-12 минут. Что происходит на этом промежутке? От 9 до 12. Смотрим, была стоянка 2 минуты. Да, и скорость при течении этого меньше 60 км в час. То есть, ответ к Б это 3. Ну и, понятно, аналогичным образом, значит, 14-18, что тут происходило. От 14 до 18. Была стоянка длиною 3 минуты. По-моему, там такой ответ есть. Да, это, значит, 4. И тогда, по методам исключения, давайте на последний вариант ответа остается 2. Значит, еще раз, но постараемся все ошибки устранить. И, то есть, презентацию, которую вы будете скачивать, там, я думаю, все уже постараемся сделать без ошибок. Поскольку все делалось быстро, на коленке, то ошибки неизбежны. Так, задача номер 15. Про треугольник МНП, из вершины которого проведена медиана НК и высота НФ. Причем НК равняется НМ, а МП равняется 24 на виде, длину отрезка П. Ну, значит, поскольку НК это медиана, то она делит отрезок МП пополам. Значит, МК будет равно ПК и Р будет равно 12. Вот, а поскольку теперь НФ это высота в равнобедренном треугольнике МНК, по условиям данного, что НК равно НП, то тогда высота будет тоже медианной. Только в этом равнобедренном треугольнике. Тогда получается, что МФ будет равно КФ. И теперь, поскольку у нас отрезок ПФ состоит из двух частей, из ПК, который равно 12, и из КФ, который равно 6, то, чтобы его найти, надо найти их сумму. 12 плюс 6 равно 18. Ответ 18. В стереометрии дана правильная четырехугольная пирамида, сторона основания которой равна 4 корня из 2, а боковой ребру равно 5. Найдите ее объем. Ну, ясно, что здесь единственный существенный факт, это теорема Пифагора. Чтобы найти высоту, пирамиды мы должны воспользоваться теоремой Пифагора. Ну, смотрите, мысленно проведем диагональ. Поскольку в основании лежит квадрат, это правильная четырехугольная пирамида, то длина диагонали будет 4 корня из 2, надо умножить еще на корень из 2. Длина диагонали квадрата со стороной А, это А корня из 2. Поэтому получается, что длина диагонали это 8, а половинка диагонали, потому что вершина проектируется в центр квадрата, будет равна 4. Значит, по теориям Пифагора, чтобы найти высоту, надо найти корень квадратный с 5 квадратами. 4 квадрата это 3. Ну, а теперь находим объем по формуле. 1 третья площадь основания на высоту, это будет 32. Ответ здесь 32. Задача номер 17. Опять задача на соответствие на координатном прямой отмеченной точке ABCD. Вот, каждая в своем диапазоне. Число M равняется корень из 3. Найдите, значит, в таблице под каждой буквы укажите соответствующий номер. Значит, найдите, построите таблицу. Опять соответствие между ABCD и точками, и числами, которые здесь переведены. 1, 2, 3, 4. Ну, вот она, табличка такая, поскольку корень из 3 можно взять приблизительно 1,7. Вот, тогда что можно смотреть и определить? Значит, точка А у нас находится от 0 до 1. Что у нас здесь будет от 0 до 1? Ясно, что это будет M минус 1. Корень из 3 это 1,7. 1,7 минус 1 приблизительно будет 0,7. Дальше. Точка B находится от 2 до 3. Что у нас будет от 2 до 3? 8 умножить на корень из M. А, от 2 до 3 будет 8 делить на 8, деленное на M. Потому что, значит, корень из 3 это 1,7. Нет, неправильно. Значит, это будет от 4 до 5. Значит, от 2 до 3 тогда у нас будет 4, на самом деле. Или поскольку корень из M, он будет больше единицы, поскольку все корни больше единицы. И если умножить на 2, это будет от 2 до 3. То есть, на самом деле, точка B это точка 4. Теперь точка C от 4 до 5 это будет 3. И, поскольку 8 разделить на 1,7, это будет число от 4 до 5. Понятно, что 1,7 умножить на 5 это 8,5. Ну и методом исключения у нас остается, что точка D это вот M в кубе плюс 0,5 это будет от 5 до 6. То есть, ответ здесь будет 1,4,3,2. Задача 17. Задача 18 на логику. Здесь она совсем простая. Петя решил 20 комбинированных примеров. Из них в 10 надо было выполнить сложение. А в 15 умножение. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях. Первое. В числе решенных найдется 12 примеров, в которых надо было выполнить и сложение, и умножение. Но ничего такого в условии не сказано. Более того, что в 10 только надо было выполнить сложение. Значит, 12 примеров, в которых было выполнено сложение, не найдется. Пункт 1 неправильно. Отверждение 1 неверное. В числе решенных найдется хотя бы 4 примера, в которых надо было выполнить и сложение, и умножение. Да, это правильно, потому что всего примеров 20, 15 на умножение, 10 на сложение, значит минимальное число примеров на сложение и умножение будет 5. То есть если нарисовать примерно промежуток, ну или так называемый круги Эйлера, множество, которые соответствуют, то понятно, что наименьшее число примеров, которые будут умножение и сложение будет 5. Значит 4 точно найдется. Если в примере надо было выполнить умножение, то в нем необходимо будет сложение. Это неправда, про это ничего не говорится. В каждом примере надо было выполнить умножение и сложение, это тоже неправда, про это ничего не говорится. Значит правильно здесь ответ 2, один единственный ответ. Так, какой вопрос? Сейчас. Почему в 18 сдаче написано утверждение, а ответ только под одной цифрой? Ну, значит, ну частным случаем утверждение, ну то есть утверждение Я множественное число является и утверждение Е единственное число. Если бы наоборот от вас попросили выберите утверждение Е, то бы это намекало на то, что оно одно, а ответ был бы несколько. А такая ситуация, когда пишут утверждение Я, а ответ лишь одно утверждение, это тоже совершенно нормально. Когда у вас пишут там, найдите значение Е параметра, а оно находится одно, это же совершенно нормально. Вот поэтому здесь точно так же. То есть главное, чтобы не было в обратную сторону. Когда выберите утверждение Е, а реально получаются утверждения Я. Ну, в данной задаче да. В данной задаче требуют утверждение Я, а ответ утверждение Е. Ну, поскольку это является частным случаем утверждения Я. Нет, не должно быть два ответа, это неправильное понимание. Или это такое понимание, о котором я, собственно говоря, не слышал. Надо бы внимательно посмотреть на задания прошедших ЕГЭ на базовом уровне. Ну, всегда было два ответа, это как бы не аргументация. Поехали дальше. Найдите трехзначное натуральное число, кратное 18, все цифры которого различны. А сумма квадратов его цифр делится на 4 и не делится на 16. Ответьте, укажите какое-нибудь одно такое число. Ну, это простая задачка, которую здесь можно просто решить прямым перебором. Значит, определим числа, которые утверждает нашу условию. Числа кратные 80 и состоят из различных цифр. Окажется, что таких чисел всего лишь 8. Это 160, 240, 320, 420, 480, 560, 640, 720, 960. Теперь, значит, все числа, в которых одна из цифр нечетная, другая четная, все эти числа надо отбросить. Поскольку сумма их квадратов будет числом нечетным и не будет даже делиться на 4. Поэтому отбрасываем 160, 320, 560, 720, 960. У нас остается всего лишь 3 числа. 240, 480 и 640. Проверяем для них. Видим, что у 240 и 640 условия сдачи выполняются. То есть сумма квадратов делится на 14, не делится на 16. А у 480 не выполняется. Сумма квадратов делится как на 4, так и на 16. Значит, ответом этой задачи может быть либо 240, либо 640. Ну, было вполне допустимо написать один из них. Значит, такая задача. Ну, по ней, конечно, статистика гораздо меньше. Значит, в одном из последующих вебинаров, если мы будем проводить вебинары по базовому ЕГЭ, пока что решение про это не принято. Ну, в общем, мы тогда соберем все проблемные темы, которые я сегодня поднял в базовом ЕГЭ, и осветим их за один вебинар. То есть, предположительно, это задача на выбор оптимального варианта, задача на логику 18, и вот задача 19 и 20. Вот это основные проблемные темы. Мы посвятим их в одном вебинаре. Ну, если вы посмотрите статистику по этому заданию, то увидите, что оно вовсе не такое простое. Если вы его решили, это еще ничего не значит. По сложности оно реально одно из самых сложных. То есть, поскольку требует, кроме знания простейших школьных каких-то формул, еще умение соображать, в общем, это задача на сообразительность. Прямоугольник разбит на 4 маленьких прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. Площади трех из них, начиная с левого верхнего, и далее против часовой стрелки, равны 16, 10 и 25. Найдите площадь четвертого. В общем, для тех, кто знает эту формулу, можно ее, в принципе, несложным упражнением доказать, что если у вас есть большой прямоугольник, он разделен на 4 маленьких прямоугольника, линиями параллельными сторонам, то тогда справедливо следующая формула. Произведение площадей прямоугольников, лежащих крест-накрест-равных. То есть, S1 умножить на S3 равняется S2 на S4. Тогда S4 можно почитать по формуле S1 умножить на S3, деленная на S2. Получается, в данной задаче это будет 16 умножить на 25, разделить на 10, то есть 40, 10 и 40. Все понятно, я надеюсь. Значит, с базовым ЕГЭ на этом все. Как раз я уложился в то время, которое я обещал, то есть примерно полчаса. Если есть еще вопросы по базе, задавайте, потому что потом мы перейдем к профилю, и там задания, конечно же, немножко сложнее и потребуют большей концентрации, и про базовую распоминать не буду. Значит, было много работ, в которых ученики получили максимальный балл, то есть 20 из 20. В частности, среди тех работ, которые я проверял, я отметил, что много работ таких было из Татарстана. То есть, если у нас сейчас смотрится в Татарстане, то, значит, знайте, что по базе многое у вас набрали 20 из 20. Все задачи решили верно. Хорошо, значит, у нас остался примерно часик, и мы перейдем теперь к профилю. Задача номер один. Давайте сначала. Значит, в доме, в котором живет Ваня, один подъезд. На каждом этаже по 4 квартиры. Ваня живет в квартире 46, на каком этаже живет Ваня. Ну, что надо сделать? Надо разделить 46 на 12. Это получается 11,5. Значит, ну, 11,5, с учетом того, что первые 4 квартиры находятся на первом этаже, это будет означать, что Ваня живет на 12 этаже. Ну, по крайней мере, в России. В России. В некоторых других странах нумерация, вы знаете, начинается не с первого этажа, а с нулевого и прочего. Поэтому в России Ваня будет жить на 12 этаже, в квартире номер 46, в подъезде, в доме, в котором один подъезд. В задаче базового номера должны идти прочь из-за стрелки, а у вас по часу остается. Что? Ну, сейчас посмотрим. Прошу прощения, мы опять возвращаемся к базе, никак не дает. Да, у нас стоит по часовой стрелке, к сожалению, да, картинка была взята из другой, но это не меняет сути вопроса. Хоть по часовой, хоть против часовой, здесь это одно и то же. Поскольку у нас, я же говорил, произведение площадей, здесь это С1 на С3, и С2 на С4. Если мы будем располагать их против часовой стрелки, то получится точно так же. Спасибо за замечание, картинка на самом деле была взята из задачи, где по часовой стрелки. Понятно? Значит, как бы вы ни располагали, все равно С1 и С3 будут расположены по диагонали. И С2, и С4. Хоть по часовой, хоть против часовой. А почему эти площади, произведения площадей равны? Ну, попытайтесь доказать сами. Введите размеры для этих прямоугольников, прямоугольников, скажем, А, Б, С, Д, и легко можно увидеть, что произведение этих площадей как раз и будет А, Б на С, на Д. И здесь будет А на Б на С, на Д. Так, хорошо. Пошли дальше. Так, Ваня у нас живет на 12 этаже. Дальше, задача на диаграмму. На диаграмме показано распределение выплавки некоторых металлов в 10 странах мира, в 1000 тонн за 2006 год. Среди представленных стран первое место по выплавке этого металла занимали США, десятое место Казахстан. Какое место занимал Китай? Ну, здесь можно посчитать по рисунку. Да, задача несложная. Вот можно провести горизонтальную прямую, чтобы определить, на каком уровне находится Китай. То есть выше Китая только два столбика. Значит, Китай находится на третьем месте. Поэтому ответ в этой задаче 3. Задача номер 3 профиля. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см на 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. Ну, площадь трапеции по клеточкам найти здесь несложно, поскольку основание есть, и высоту можно посчитать. На самом деле, можно опустить высоту, тогда ее длина будет 5. Вот, чтобы найти площадь трапеции, надо найти полусумму оснований на высоту. Значит, одно из оснований АВ это 6, другое из оснований СД это 5, поэтому из кома-блощадь будет 6 плюс 5 пополам, а умножить на 5. Это 27,5. Задача по теории вероятности на профиле. Так, давайте сначала. Значит, Света, Марина, Оля и Ксюша бросили жребий. Кому начинать игру? Найдите вероятность того, что игру начинать должна будет Света. Ну, понятно, здесь простая задача, всего 4 человека, 4 исхода, благоприятный 1, вероятность будет 1,4 или 0,25. Задача правильная. Да, здесь по поводу этой задачи я хочу прокомментировать. Кое-какие моменты. Значит, некоторые, видимо, решали такие задачи первый раз и давали нам ответ в виде процентов, то есть 25%. Пока что в этой задаче у нас не было никаких указаний, в каком виде давать ответ, поэтому мы принимали ответ и 25% тоже. Но вы должны помнить, что на ЕГЭ, запомните, пожалуйста, такие ответы не принимаются. То есть в теории вероятности в задачах там принимается ответ только в виде конечной десятичной дроби, которая у нас должна быть от 0 до 1. То есть здесь ответ 0,25. И 25% мы засчитали, но это только вот, поскольку мы сами не прокомментировали, в каком виде надо давать ответ. Но по умолчанию вы должны понимать, что здесь ответ 0,25. Когда вы нарешаете много таких задач, достаточное количество, вы уже как бы на автомате будете писать ответ в виде десятичной дроби, а не в виде процентов. В процентах нельзя. Мы засчитали в процентах, а на ЕГЭ вам компьютер эту задачу не засчитает, если вы напишите 25%. На ЕГЭ часть Б проверяется компьютером. Вот он только смотрит на конечной десятичной дроби. И у него правильно заложено, что там будет стоять 0,25, а не 25 и не 25%. Причем 0,25 через запятую. Если вы напишите через точку, тоже у вас будет проблема. Но есть, конечно, возможность подать апелляции по процедуре проведения экзамена и прочее. Долго биться за этот ответ. Но, в общем, почему бы сразу не запомнить, что надо писать через запятую, надо писать в эти десятичные дроби. Постарайтесь это уяснить. Задача номер 5. Ну, простое квадратное уравнение. x квадрат минус 15x плюс 56. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите большее скат. Ну, можно было теоремой Вьетта решать, поскольку коэффициенты понятны, что 56 это 7 на 8. 15, 7 плюс 8. Ну, видно, что здесь 8 это есть на и больше корень. Поэтому ответ здесь 8. Квадратное уравнение я не буду комментировать, с вашей позволения. Дальше. Геометрия тоже одноходовая. В треугольнике угол АВС это 90 градусов. АС равняется 9. Косинус угла А 3 седьмых. Найдите АВ. Ну, понятно, что значит косинус угла А это как раз есть отношение АС к АВ. Сразу по формуле. Тогда АВ будет АС деленное на косинус А. То есть 9 деленное на 3 седьмых это будет 9 на 7 на 3 на 27. Так, тут комментарий, почему у нас легкий профиль. Потому что это первый вариант для затравки. Изначально предполагалось, что может быть некоторые школьники 10 классов будут участвовать в этом пробном ЕГЭ. Но потом все-таки решили остановиться на 11. но взяли наиболее простые задания по тем темам, которые еще прошли, были пройдены в 10 классе. То есть вы заметили, что нету ни логарифмов, ни производной, ни какой еще темы, которая сугубо 11 класса. В общем, этих тем нет. Поэтому и многим, те, кто справился, могут назвать его легкий. Но если вы посмотрите на средний балл по тем, которые мы провели, то есть он будет соизмеримый с тем, которые средний балл показан по стране. Средний балл по стране, напоминаю, в районе 46 баллов по профилю. Вот и у нас тоже примерно такой же средний балл. Но это грубая оценка. Точно мы еще посчитаем. Так, дальше. Задача 7. Как раз задание 7 профильного уровня. Задача легкая, производную считать не требуется. Однако, больше половины числа участников решили эту задачу неправильно. Функция f от x определена на промежутке от минус 5 до 3 и задана графиком. Чему равна разность между наибольшим и наименьшим значениями функции y равных f от x на этом адреске. Самый распространенный ответ в этой задаче, вы не поверите, это был 0. То есть считалось, что у функции одинаковые и наименьшие, и наибольшие значения на этом адреске. Но это ведь совсем не так. Наибольшее значение у нее 2, а наименьшее значение у нее минус 2. Поэтому, чтобы найти разность, это будет 2 минус минус 2, то есть 2 плюс 2 это 4. А вовсе не 0. Задание номер 8. Опять на объем пирамиды, у которой есть высота, а в основании лежит прямоугольник со сторонами 6 и 7. Ну ясно, что высота будет 1 третья с основания, объем будет 1 третья с основания на высоту. Соответственно, тут все дано. Площадь основания будет 6 на 7, 42. Значит, будет 1 третья 42 умножить на 4. Это 56 тоже. Значит, с этой задачей все-таки большинство справилось. Ну, пока не мере больше половины. Грубо я не могу пока сказать. Больше половины. Так, задача на вычисление. Пользуемся формулой разности квадратов. Корень из 23, значит формула здесь какая-то. А минус B умножить на А плюс B. Это будет А квадрат минус B. Или 23 минус 15, это 8. Так, сейчас, с вашего позволения, я больше читать не буду, то, что тут пишут. Обсуждайте между собой. И если будут какие-то конкретные вопросы, мне тогда зададут. Значит, зависимость объема спроса Q единиц в месяц на продукцию предприятия-монополиста от цены P в тысячах рублей задается формулой. Q равняется 320 минус 20P. Выручка предприятия за месяц R в тысячах рублей. И вычисляется по формуле R от P равняется Q умножить на B. Определите наибольшую цену P, при которой месячная выручка R от P составит не менее 1200 тысяч рублей. То есть это миллион двести рублей. Ответ переведите в тысячах рублей. Ну вот это классическая задача. В некотором смысле с экономическим содержанием, но очень простая по своей сути, которая сводится к решению неравенства. Задача с прикладным содержанием номер 10. То есть надо здесь составить неравенство. Для начала мы находим, чему равняется Q умножить на P. Подставляем значение вместо Q как 320 минус 20P. Получаем тогда неравенство. 320 минус 20P умножить на P это больше либо 0, чем 1100. Получается в итоге квадратичное неравенство P квадрат минус 16P плюс 60 меньше либо равно 0. Получается, что которая будет иметь решение P от 6 до 10 включительно. Обе границы включительно. Значит спрашивается наибольшую цену, при которой месячная выручка составит не менее 1200 тысяч рублей. Ну наибольшую это будет 10. То есть здесь ответ 10 тысяч рублей. Значит, тех, кто давал ответ в форме 10 либо 10 тысяч словами было написано тысяч, поскольку здесь написано ответ переведите в тысячах рублей, мы давали за это полный вал. То есть либо за 10, либо за 10 тыс. Если ответ был приведен в виде 10 тысяч цифрами, то есть единица с четырьмя ноликами, то мы не засчитывали этот ответ. Почему? Потому что вам ясно пишут. Ответ переведите в тысячах рублей. То есть это означало, что надо было писать 10. Разумевалось, что единица измерения здесь тысяча рублей. Если вы не понимаете, что это такое, а пишете ответ в рублях, как 10 тысяч, то это, как говорится, ваша проблема. Поэтому всем, кто написал 10 тысяч, мы эту задачу не засчитали. Здесь мы пошли на принцип. Поскольку указано, ответ переведите в тысячах рублей, значит надо переводить в тысячу рублей. Если вы комментируете, что это задание, можно через параду? Ну, можно, вот сейчас через параду. Да, это метод решения квадратичных неравенций. Конечно, можно через параду. Так, в восьмом задании какой ответ? Ну, я думаю, что это профиль, да. Давайте отлистаем на несколько страничек, с вашего позволения. В восьмом задании был ответ 56. Это объем пирамиды. Ее я уже успел разобрать. Отмотайте на несколько слайдов назад. Так, это я закончил с прикладной задачей десятой. Теперь задача одиннадцатая, текстовая задача. Из городов А и Б, расстояние между которыми равно 160 километров, навстречу друг другу одновременно выехали велосипедист и мотоциклист. И встретились через четыре часа на расстоянии 64 километров от города Б. Найдите скорость мотоциклиста, выехавшего из города А. Ответ дайте в километрах в час. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно было определить, значит, если они встретились на расстоянии 64 километра от города Б, то значит, что они встретились на расстоянии 96 километров от города А. Но путь от города А это как раз проделывал мотоциклист, потому что здесь написано, здесь в условии немножко мутно написано, но здесь написано, найдите скорость мотоциклиста, выехавшего из города А. То есть из города А все-таки выехал мотоциклист. И он при этом проехал 96 километров. Значит, двигался он 4 часа до встречи, значит, его скорость будет равняться 96 разделить на 4 равно 24 километра в час. Вот это самый простой способ решения. Конечно, допустим способ решения через систему уравнений. Если составлять, рисовать рисунок и прочее. Но здесь вот мне понравился такой короткий способ, и я его приведу для разнообразия. Дальше. Задача номер 12 профиля, которую, к сожалению, решило очень мало участников, несмотря на то, что задача очень простая, и нужно проанализировать параболу. Найдите наименьшее значение функции. y равно x квадрат минус 4x плюс 5. То есть это типичная задача, которую учат решать, ну там, в конце 8-го, в начале 9-го класса. И выясняется, что к 11-му классу школьники все это благополучно забывают. А производную они еще решать с помощью производной, они еще не научились. Вот в результате поэтому получается такой интересный результат. Ну, задача простая. Можно было найти первый способ вершину параболы, это x вершины 2, и подставить сюда, получается, единичка. Второй способ решения. Можно было, конечно, выделить полный квадрат. То есть здесь 5 представить как 4 плюс 1, дальше свернуть x квадрат минус 4x плюс 4, получается, что это будет полный квадрат, его наименьшее значение 0. Ставим туда 0, а единичка останется. Значит, наименьшее значение 1. Ну и другие способы. Производная, графический и прочее. Все методы были у вас, что называется, под рукой. Тем не менее, статистика по этой задаче плохая. Здесь ответ это. А что в седьмом задании? Ну давайте. Может быть, все такого рода просьбы лучше в конце, когда я уже закончу разбор всех остальных задач, иначе я буду бесконечно пройдет. Ага, вот, да. Задача на геометрический смысл производной. Если это в ЕГЭ, но здесь, поскольку большинство школьников производная еще не овладела, поэтому это просто задача на умение считывать информацию о поведении функции по графику. Поскольку надо найти разность между наибольшим и наименьшим значением. Разность означает, что на первом месте будет стоять наибольшее значение, то есть, а на втором месте, то есть, вычитаемым будет наименьшее. Поэтому надо будет из двух вычесть минус 2, и ответ будет плюс 4. Тем, кто написал минус 4, мы не засчитывали ответы. Все? Хорошо. Так, значит, теперь я перехожу к самой трудной части. Это часть С профильного ЕГЭ с развернутым решением, которое потребовало от нас самых больших усилий при проверке. Потому что все писали в свободной форме, как я и заранее говорил, но это правильно. Вот, но, к сожалению, тут были тонкие моменты, о которых я сейчас постараюсь рассказывать. Значит, задача 13. Профиль. Решите тригонометрическое уравнение пункта А и пункт Б. Укажите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку от минус и до пи. Ну, давайте начнем, значит, с самого начала. Применим формулу приведения. Сразу скажу, что примерно, ну, в общем, значительная часть школьников эту формулу приведения применила неправильно. И вместо минус косинуса у них здесь был плюс косинус. Это сразу автоматически означает, что за решение 13-го задания они получают 0 баллов. Если формула приведения уже сразу неправильная, дальше работа не оценивается, потому что допускается оценивать работы, в которых допущены арифметические или вычислительные ошибки. Если ошибка не арифметическая и не вычислительная, то дальше никакого смысла оценивать эту работу нет. Это сразу 0 баллов по критериям. Вот, поэтому правильная формула приведения здесь минус косинус x. Значит, одной из тем с наших следующих вебинаров скорее всего будут формулы приведения. Ну, то есть я анонсирую, о чем я бы, например, хотел рассказать на следующем уребене. Во-первых, мы будем рассматривать только профильный ЕГЭ. Задание 13. Формулы приведения и пункт B. Отбор корней. Задание 15. Метод интервалов. И, возможно, в задании 18 самый простейший способ, как уметь анализировать выражение спорта. Вот чему будет посвящен следующий вебинар из того, что я планирую. Ну, а дальше мы посмотрим, как получится. Значит, тогда тригонометрическое уравнение сводится к квадратному после замены косинус x равняется t, которая имеет корни 3 вторых и минус 1 вторая. Значит, 3 вторых не удовлетворяется множеству значений косинуса, поэтому корней нет. А у решения косинус x равно минус 1 вторая. Здесь ответ плюс-минус 2π на 3 плюс 2π. И этот ответ является ответом к пунктам. Значит, если вы проделали все эти преобразования и вычисления, получаете 1 балл в 13-м зале. Дальше. Пункт B. Найдите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку от минус 1. Значит, в наших книжках мы в основном приводим метод решения отбор корней при помощи тригонометрической окружности. Но здесь для разнообразия я взял то задание, которое решено при помощи метода неравенства. Это задание... Ну, в чем состоит метод неравенств? Мы все примерно понимаем, что надо взять, разбить семейство так, чтобы в каждом множестве или в каждом наборе не было бы знаков там плюс-минус, минус 1 степень n, которые затрудняют применение метода неравенств. И поставить два простейших семейства решений. 2π на 3 плюс 2πn и минус 2π на 3 плюс 2πk, каждая в свой промежуток от минус π до π. Здесь мы решаем, n получается равно 0, единственное целое число от минус 5 шестых до 1 шестой. А здесь мы решаем, k получается равняется 0, единственное целое число от минус 1 шестой до 5 шестой. Но здесь можно было несколько упростить, поскольку заметьте, что и семейство решений у нас симметрично относительно 0, и промежуток симметричный относительно 0. Значит, каждому положительному будет соответствовать отрицательно и немножко уменьшить здесь перебор. Но я пишу это решением для тех, кто будет делать полный перебор. Поэтому... Так, да, четвертая координатная область, там косинус положительный, почему же минус? Ну, косинус-то там положительный, но синус-то там отрицательный. У вас же стоит синус 3π пополам плюс х. Знак формули приведения определяется функцией, которая стоит в левой части, а не в правой. Поэтому там минус косинус. Потому что синус четвертая четверть отрицательный. Да, совершенно правильно. То есть выясняется, что вот куча народу не знает, как надо действовать с формулой приведения, поэтому мы это разберем на одном из следующих вебинаров. Надеюсь, я ответил. Значит, если вместо k подставлять числа, да, это так называемый метод пробных точек, но там надо быть аккуратным. Значит, я еще раз скажу, что давайте, я сейчас на этом останавливаться не буду. Все, что касается формулы приведения и способов отбора корней в тригонометрических уравнениях пункт B мы разберем на одном из следующих вебинаров. Иначе это будет длиться бесконечно. Вот я здесь привел один из возможных способов отбора. Это отбор при помощи неравенств. Все другие способы отбора мы разберем на следующем вебинаре. Как то окружность, пробные точки с помощью оси координат. Единственное, что я могу сказать, что всем тем, кто просто написал один ответ в пункте B, то есть x1 равно 2π на 3, x2 равно минус 2π на 3, мы снимали один балл за это задание. Почему? Потому что в пункте B проверяется обоснованность ответа. Проверяется, отобрали вы корни обоснованно или нет. Причем обоснование должно быть записано в каком угодно виде. Если вы решили это задание устно и написали лишь один ответ, то по современным критериям, по современным подходам к проверке этой задачи, это задание не засчитывается в этом случае. Значит, в части C устного ничего быть не должно. Все, что вы там пишете, все должно быть обоснованным. Для устных заданий есть часть B. Соответственно, задание с кратким ответом. Поэтому там, если вы записали ответ, то вы победитель. В части C проверяется умение строго рассуждать и умение обоснованности. Поэтому один только ответ не принимается. И не удивляйтесь, если вы получили за эту задачу минус 1 балл. Хотя, в принципе, все решили верно. Так, вперед, пошли дальше. Стереометрия. Значит, есть правильная треугольная призма. Это что означает? Это означает, что в основании лежит правильный треугольник. Все ребра равны 8. Это означает, что не только те ребра, которые лежат в основании, но и боковые ребра тоже равны 8. Точки М и М это середины ребер АА1 и АА1С1. Докажите, что прямые БМ и МН здесь на рисунке пунктиром перпендикулярны. И найдите угол между плоскостями БМН и АББ1. В общем, задачка непростая. Баллов по ней существенно меньше, если сравнивать с предыдущей задачей с 13. Но, тем не менее, она допускает несколько способов решения, в том числе и тем способом, которым любят решать школьники, с методом координат. По поводу метода координат, я, к сожалению, не успел вставить тут все рекламные брошюры, не успел рекламу брошюрок, которые у нас вышли. Но я исправлюсь, и когда эта презентация появится в интернете, я туда все вставлю. Но для тех, кому эта тема интересна, значит, по поводу задач, которые решаются методом координат, у нас вышла специальная брошюра по стерео-методу. Следите за новинками, и она по-прежнему есть в продаже. Значит, здесь я приведу способ решения не координатный, каким решала примерно половина из тех, кто решил эту задачу, но остальная половина решала координат. Значит, способ не координатный, например, самое простое здесь использовать теорему Пифагора, ну или более строго теорему обратного, теорему Пифагора. То есть, для того, чтобы доказать, что BM и MN перпендикулярны, нам достаточно рассмотреть треугольник BMN и доказать, что в нем угол M или угол BMN равен 90 градусов. Чтобы это сделать, надо просто посчитать все стороны, которые у нас есть в этом треугольнике. Вот этим мы и займемся. То есть, на самом деле, смотрите, да, из каждого, из каждой, из каждой боковой грани мы можем найти свою сторону. Но давайте, я подробности не буду останавливать, значит, используем просто теорему Пифагора для вычисления всех трех сторон треугольника. Вот. У нас здесь все боковые грани даны, их элементы даны. Значит, и BM мы сможем посчитать, и MN мы сможем посчитать, и BN мы сможем посчитать. Используя только боковые грани. Тогда получается, что BM у нас корень из 80, NM корень из 32, а BN корень из 112. И теперь, на самом деле, подставив эти выражения в теорему обратную теорему Пифагора, ну или, скажем, подставим их в теорему косинуса. Поскольку у нас треугольник заранее неизвестно, что это прямоугольный, мы получаем, что косинус угла NMB равен нулю. Но это означает, что треугольник будет прямоугольный и верна обратная теорему Пифагора. Поскольку 80 плюс 32 это как раз 112. Это пункт А. Ну пункт B, значит здесь надо еще проделать одно геометрическое построение. Нам надо найти значит угол между плоскостями BMN, это плоскость сечения, и плоскостью ABB1. Это плоскость боковой грани, которая у нас есть. Значит, чтобы найти этот угол, надо найти линейный угол двугранного угла. Вот. Для этого что надо сделать? Для этого надо опустить перпендикуляры к так, как, значит, перпендикуляры я по этому рисунку плохо вижу, сейчас скажу. Значит, надо опустить перпендикуляры NF FKA1B1 и тогда все, кстати, теорема 3 перпендикуляра. Получается, что по теореме 3 перпендикуляра значит FM как раз перпендикулярно MB. То есть FM перпендикулярно MB. FM перпендикулярно MB. По теореме 3 перпендикуляра. Значит, угол N, M, F это линейный угол двугранного угла, который нам надо. Потому что стороны раз друг к другу взаимно перпендикулярны, значит, получается, что угол N, M, F это и есть наш линейный угол двугранного угла. Но чтобы его посчитать, мы воспользуемся новым прямоугольным треугольником. Вот. В этом прямоугольном треугольнике можно посчитать, что N, F равняется корень из 12, а тогда синус угла F, M, N будет отношение N, F, K, N, M или будет корень из 6 деленное на 4. Тогда искомый угол будет арксинус корень из 6 деленное на 4. Ну, значит, да, этот метод, если в пункте А теорема обратная теорема Пифагора переводит быстро к ответу, то в пункте Б здесь надо немножко посоображать. То есть, возможно, с такой идейной, методической точки зрения имеет смысл эту задачу решать методом координат с самого начала. В координатах вы сразу найдете направляющие косинусы, сразу увидите, что там угол 90 градусов, перпендикулярость, но также посчитаете легко косинус или синус этого угла при помощи скалярного произведения. Там это гораздо проще. про чертеж и прочее. За чертеж баллы не даются. Кроме того, чтобы построить чертеж, надо еще сделать продвижение качественное. Если в пункте А, то надо доказать. Если вы доказали там перпендикулярность, только тогда один балл. Если вы доказали кучу полезных фактов, сделали чертеж, это все не оценивается, если это не привело к доказательству основного факта. В пункте Б часто, если вы не используете пункт А, можете что-то посчитать, тем не менее, вы тоже получаете один балл. По современным критериям, если вы используете пункт А без доказательства для решения пункта Б, вы получаете один балл. Это то, что я хочу сказать по стереометрической задаче. Значит, задача трудная в целом. Стереометрия вообще как область школьной математики находится сейчас в глубоком загоне. Вот. Поэтому часто учителя говорят, что вот выучите метод координат, научитесь решать типовые задачи, и этого достаточно. Потому что для того, чтобы полноценно разобрать все эти задачи и полноценно научиться их решать, в общем, объема уроков геометрии, которые в школе сейчас в одиннадцатом классе, если я не ошибаюсь, в обычной школе это один час в неделю, этого явно недостаточно. Ну, а кроме того, за счет того, что школьники меньше стали интересоваться такими предметами, как физика, у некоторых вообще нет в школе таких предметов, как черчение и прочее, возникают большие проблемы со стереометрическими построениями, представлениями и прочим. Поэтому процент из года в год по стереометрической задаче очень низкий на ЕГЭ. И несмотря на то, что в последние годы, если вы заметили, задача упрощается с каждым годом, все равно процент решаемости не высок. Это в районе 5%. Он держится от общего числа принимающих участие. Поэтому тема стереометрия, если мы ее выберем для наших вебинаров, для школьников, она будет в самом конце. Она не настолько важна, чтобы уделять ей такое большое внимание. Я полностью в этом смысле поддерживаю учителей, которые ее тоже не рассматривают, потому что это невыгодно с точки зрения любой. Несмотря на то, что стереометрия важный предмет, но как подготовка к ЕГЭ достаточно будет рассмотреть задачи части Б, ну и некоторые задачки на сечение плюс метод кардинга. Вот примерно такое мы. Далее неравенство. Самая типичная ошибка, которая в этой задаче была, что сразу сходу умножали на знаменатель. Запомните, что неравенство умножать на знаменатель нельзя, если вы заранее не знаете, какой знак у знаменателя. Если вы заранее знаете, что знаменатель всегда больше 0 или меньше 0, тогда, пожалуйста, умножайте. Но здесь, поскольку про знаменатель неизвестно, больше он 0 или меньше 0, более того, он может быть как больше 0, так и меньше 0 при различных значениях x. Поэтому всем тем, что первым действием умножить сразу неравенство на знаменатель, мы сразу ставили 0 баллов. И дальше эту работу не оценивали. Это грубая ошибка смысловая. И в неравенствах такие действия произвести нельзя. В равнениях, да, когда вы там еще дополнительно напишите, там знаменатель не равен 0, прочее, все то, что от вас требует учителя, в равнениях умножать на знаменатель можно. И то, этот способ сейчас уже как бы считается не самым удобным. самый удобный способ это все-таки переводить к общему знаменателю или там вынесение общего умножителя за скобки. Хотя по аналогии с простыми задачами на числа, все сразу видят, как бы правило пропорции я сейчас умножу на знаменатель и получу более простой неравенство. Но, к сожалению, это грубая ошибка. Ну, значит так, что мы делаем? Мы приводим к общему знаменателю, переносим единичку влево, приводим к общему знаменателю и раскладываем на множители числителей знаменателем. Видим, что в числителе корень 2 получается двойной кратности, а в знаменателе значит корни 4 и минус 4. Но при этом мы помним, что t у нас больше нуля, поскольку t равно 4x это показательная функция. То есть всегда положительная. Дальше решаем неравенство методом интервалов. Видим, что в точке 2 не происходит смены знака, поскольку это корень кратности 2, то есть так называемая точка отражения. Тогда решением неравенства будет t равно 2 отдельно настоящая точка и t от 4 до плюс бесконечности. Ну а сделав замену, поскольку t у нас это 4 в степени x получаем, что x это 1 вторая отдельно стоящая точка и 1 плюс бесконечности. Значит, за что мы ставили 1 балл в этой задаче? 1 балл мы ставили, если вы забывали про то, что 2 это а, если точка 2 была отмечена как корень второй кратности, как точка отражения, но когда вы записывали ответ, вы про нее забывали, тогда за это давалось 1 балл. Либо если где-то произошла путаница между строгостью знаков, то есть между закрашенными и проколотыми точками 4 и минус 4. Только в этих случаях мы ставили 1 балл. За все остальное ставили 0 балл. За 15 сдачу дают 2 первичных балла. Если вы правильно решили, дали правильный ответ. Значит, если где-то есть ошибка, арифметическая ошибка, либо ответ приведен, ну вот вы потеряли точку, которая отдельно стоящая, то тогда 1 балл за 15 задание 2 балла. Задача номер 16. Геометрия. Задача тоже достаточно сложная, но которая была на прошлом видео. Значит, как читать условия? Рисунок у меня на другой странице. Ну, давайте я прочитаю условия, а потом формально тогда быстро. Значит, у нас есть две окружности. Давайте я условия прочитаю, глядя на рисунок. Есть две окружности, одна большая, другая маленькая. Причем маленькая проходит через центр O большой. Теперь, в окружности проведен диаметр Bc. Большой окружности проведен диаметр Bc. Диаметр естественно проходит через центр большой окружности, через точки O, через которые уже проходит меньшая окружность. И он вторично пересекает меньшую окружность в точке D, отличной от A. Теперь, значит, проведены лучи AO AO AD, которые пересекают большую окружность в точках M и M. A M это диаметр, A N это какая-то хорда в большой окружности. Точка С теперь лежит на дуге АН Большей окружности, не содержащей точку Это нам подсказывает, чтобы мы построили правильный чертеж Теперь у нас точка С лежит на дуге АН Которая не содержит точку М Все правильно Докажите пункт А, что прямые МН и БЦ параллельны МН и БЦ Самый простой способ использовать тот факт, что Если вписанный угол опирается на диаметр То его градусная мера равна 90 градусов Ну как строить чертеж? Церковь брать нельзя, надо тренироваться Рисовать окружность от руки Хотя я тоже точно не уверен Да, но большинство Потому что рисунков еще кроме того, что Церковь брать нельзя Наверное тот церковь, который карандашом рисует А в который вставляется ручка И можно рисовать ручкой Но наверное, я не знаю Я прецедентов точно по этому поводу не слышу Все рисунки, которые я, как правило, проверяю как эксперт ЕГЭ Но они выполнены, видно, что от руки без циркуля Это означает, что Скорее всего, циркуль все-таки у вас отберут Особенно, если он карандашом рисует Хотя более точно я повторюсь Смотрите на правила проверения Так, я прошу прощения Здесь вот у нас Максим Все время вводит людей в заблуждение До задания 19 мы еще не добрались Там в задании 4 балла, да Я прошу прощения, не вводите в заблуждение Если вы в чем-то не уверены Пожалуйста, не говорите так безапелляционно До задания 19 мы еще доберемся Пока что мы сидим на задании 16 Так, значит, смотрите У нас есть две окружности В которой большой АМ является диаметром Потому что АМ проходит через точку О А в маленькой окружности АО является диаметром Потому что точка, которая соединяет точку касания А и центр большой окружности Значит, прямая, которая соединяет Прошу прощения, не прямая, не точка прямая Прямая, которая соединяет точку касания двух окружностей И центр большой окружности будет проходить, очевидно, через центр маленькой окружности Почему? Поскольку если вы проведете радиусы Точку касания этих окружностей И проведете общую касательную прямую То радиусы должны быть перпендикулярны одной прямой Раз они перпендикулярны одной прямой Значит, они лежат на одной прямой А это означает, что у нас ОА диаметр и АМ диаметр Это означает, что угол ОДА прямой И МНА тоже прямой Ну, понятно, эти два угла прямые АН это общая Прямая, значит, получается, что прямые БЦ и МН перпендикулярны прямой АН А если они перпендикулярны одной и той же прямой То значит, они параллельны между собой Все Так, пункт Б Так, что нам требовалось посчитать в пункте Б? В пункте Б требовалось посчитать Известно, что синус угла АОС То есть синус угла АОС Вот есть АОС угол Синус его дан Он дан как корень из трех Корень из пяти деленное на 3 Прямые МС и АН МС и АН пересекаются в точке К Найдите отношение НК к КА НК к КА Так, хорошо Ну, самый простой способ здесь решать, по-моему, через Через бисектрису Значит, луч МС является бисектрисой Угла ММА Почему? Потому что Прямая БЦ Является перпендикулярна Хорде Является прямой перпендикулярной Хорде АН А значит, по известному свойству Значит, БЦ, поскольку является диаметром Проходит через центр окружности Значит, делит хорду АН пополам И точно так же делит пополам дугу АН Значит, С является серединой дуги АН А значит, отрезок А значит, МС является бисектрисой угла Угла НМА Почему? Потому что получается два вписанных угла Которые опираются на равные дуги Значит, они равны Значит, МС является бисектрисой Это мы доказали Ну, а дальше По свойству бисектрисы Она делит Противоположную сторону На отрезки, которые пропорциональны боковым сторонам Причем этот коэффициент То есть, если взять эту теорему бисектрисы В виде НК разделить на КА То есть, НК разделить КА Равняется МН разделить на МА И равняется косинус угла АН А угол АМН По предыдущему пункту У нас равняется углу АОС Значит, косинус АМН равняется косинус АОС А косинус АОС мы посчитаем По основному тригонометрическому творчеству Поскольку мы заранее знаем Что этот угол меньше 90 градусов Он опирается на дугу Которая меньше чем Которая ограничивает хорду И является которой меньше чем диаметр Значит, мы точно знаем Что он меньше 90 градусов Ну и все Тогда его косинус это 2 трети По основному тригонометрическому творчеству Значит, отношения соответствующих сторон Пункти Б это 2 к 3 Вопросы Задача трудная Но вы должны понимать, что это 16 задача По ней, значит, статистика у нас Но я помню несколько решений Которое было у этой задачи То есть, по крайней мере, там Среди тех работ, которые проверял я лично Примерно три работы В которых эта задача была решена То есть, либо школьники так хорошо знают геометру Либо просто они знали эту задачу Задача была на самом деле в прошлом году на ЕГЭ Вот, поэтому, может быть, какие-то идеи уже известны Значит, все задачи, которые в этих вариантах Да, я забыл вам сразу сказать Значит, все задачи, которые мы разбирали сегодня на базе и на профиль Они взяты из наших книг 40 вариантов базового уровня 40 вариантов профильного уровня Ну, я попрошу, Лариса сейчас даст вам ссылку на эти книги Кто хочет посмотреть Значит, все задачи мы взяли из этих книг К сожалению, презентация делалась в таком режиме Что я забыл вставить соответствующие картинки Вот Кто хочет посмотреть решение всех этих задач А также порешать задачки похожие, подобные Пожалуйста, смотрите наши книги Значит, специально для первого вебинара Мы выбрали самые простые задачи Поэтому не удивляйтесь, что Некоторым из вас, может быть, они слишком простые В дальнейшем уровень сложности будет возрастать Мы, правда, не очень уверены, что мы будем проводить такие пробные ЕГЭ регулярно Но, по крайней мере, я вот из того, что мы обсудили Я могу вам сказать, что по окончании нашего курса ЕГЭ сдавайся Мы точно проведем еще один пробный ЕГЭ Будут ли какие-то промежуточные Этот вопрос обсуждается Поскольку потребовало нас чересчур больших усилий Чтобы проверить 400 заданий Если в дальнейшем количество заданий будет только возрастать То мы, боюсь, не будем справляться с этой нагрузкой Поэтому было решено, что пробный ЕГЭ Это затея была интересная Спасибо всем за участие Мы с интересом читали и проверяли ваши работы Но в рамках проекта ЕГЭ сдавайся Мы все-таки разберем определенные темы Стало примерно понятно, какие темы вызывают вопросы По результатам этого пробного ЕГЭ Вот и устранением этих ошибок мы займемся в нашей следующей серии Как я уже сказал, эта тема очень сложная И по опыту за эти задачи берется очень маленький процесс Поэтому, если мы все остальные вопросы Касающиеся там алгебраических задач, экономических задач Задач с параметром, олимпиадных задач Если мы все их отработаем в достаточной мере У нас останется время на геометрию Да, мы проведем вебинары по стереометрическим задачам Но на самом деле такие вебинары уже есть Если вы хотите посмотреть, посмотрите архив наших вебинаров Там есть вебинары и по геометрии, и по стереометрии И по методу координат Даже если у нас до этого в рамках нового проекта ЕГЭ сдавайся Руки не дадут до стереометрии Все равно такие вебинары уже есть Можете их посмотреть А книга, да, это значит стереометрия Решаем задачи методом координат Кроме того, по стереометрии есть задачи на сечения обостроения сечений, тоже они вышли в этом году. Было переиздание, смотрите внимательно за новинками. Значит, от свойства бисектриса косинуса, это есть такая теорема. Полностью теорема о бисектрисе формулируется именно в таком виде. Но для того, чтобы получить ее количественное выражение в виде косинуса, я вам рекомендую посмотреть доказательства этой теоремы. Доказательства этой теоремы используют площади, используют синусы. А потом, когда мы сокращаем одну площадь на другую, получается, что в числителе будет стоять синус удвоенного угла, а в знаменателе просто синус обычного угла. Потом, когда они сократятся, останется косинус. Ну и еще раз говорю, смотрите теорему о бисектрисе. Предполагается, что это теорема школьной программы. Предполагается, что эту теорему школьники должны знать, поэтому пользоваться ей на ЕГЭ можно без доказательства. Часто, правда, я тоже это встречал много раз, что теорема эта формулируется без косинуса в самой правой части. Но вот вы должны знать, что полная формулировка с косинусом все-таки. А доказательства основаны на сравнении площадей. И оттуда возникают косинусы. Нет, значит, тут детское замечание. Нет, не из премиугольного треугольника. Это неправильно. Это из теоремы бисектриси. Так, значит, задание 17. Экономическое. Ну давайте, с вашего позволения, у нас осталось тут не так много, всего 14 минут на все про все. Значит, все экономические задачи, которые есть в нашей книжке, они будут представлены в нашем ближайшем вебинаре, который будет основан на новой книжке по экономической задаче. Значит, задачка здесь стандартная. Я уже ее на вебинаре, только я рассказывал минимум три раза. А еще вебинар по экономической задаче у нас проводили Дмитрий Ханин и Виктор Михайлович Кривенко. Поэтому подробно я эту задачу освещать не буду, с вашего позволения. Решило ее очень много людей. И, судя по всему, все-таки люди знают, как решать подобные задачи. Значит, основано решение на том, что мы вычисляем эти выплаты в явном виде каждый раз. То есть умножаем на процентный коэффициент, на 1,2 долг, вычитаем, значит, остаток и находим выплаты в явном виде. P1, P2, P3, P4, P5. Можно найти в явном виде, тогда и сумма будет 1,56 от S. И надо решить неравенство 1,56 S больше 7, тогда S получается больше, чем 4,1939. Поскольку у нас требуется наименьшее целое значение, наименьшее целое значение это 5. Ответ в задаче 5 миллионов. По экономической задаче, ну давайте, мы ее часто обсуждали, вебинар точно будет отдельно и даже в ближайшее время проведет Виктор Михайлович Кривенко. А потом в рамках проекта «Гега сдавайся» мы сделаем подборку экономических задач, начиная с самых простых, кончая с самыми сложными, и покажем, как можно решать эти задачи по нарастающей сложности. Задачи на проценты, задачи на анализ простейших графиков функций, задачи на применение производной и прочее. Так, значит, 17-й тогда все, и у нас остаются две самые трудные задачи, 18-19, ну 18-й мы специально выбрали, самую простую, значит, это самая сложная задача на ЕГЭ, вообще-то говоря, ее решаемость меньше 2%, то есть меньше 2%, кто приступает, получают по ней какие-то баллы. Поэтому изначально брать сложные задачи здесь на пробном первом ЕГЭ никакого смысла нет, и мы взяли для простоты несложную задачу. Но, несмотря на это, полный балл, 4 балла по этой задаче, получило, по-моему, не так много человек, но их точно меньше 10. Это задача, которую большинство нашли только одно значение параметра, которое удовлетворяет условие. Значит, в задаче два случая. Первый случай, это если коэффициент при х квадрате равен нулю, тогда значение параметра А равняется 3. В этом случае получается, что уравнение совсем не квадратное. И общая формула, при помощи которой вы его решали, становится неправильной. Потому что в знаменателе там стоит А, а значит, получается деление на 0. Поэтому в данном случае уравнение у нас линейное, и это линейное уравнение будет иметь х равно 1, как единственный корень. Поскольку линейное уравнение имеет единственный корень. У него здесь коэффициент, коэффициенты минус 4 и 4. Значит, подходит первый случай А равно 3. Этот случай, к сожалению, упустило большинство тех, кто брался за эту задачу. Но второй случай более традиционный, когда уравнение на самом деле квадратное. До этого коэффициент А не равняется 3. Мы решаем по стандартным формулам квадратных уравнений. Вычисляем дискриминант. Он получается равен полному квадрату. Для того, чтобы уравнение имело единственный корень, дискриминант должен быть равен 0. В первую анимку к 0 получаем А равняется 5. Вот это второй случай. Значит, правильные ответы здесь 2. 3 и 5. Два правильных ответа. За каждый из них, если вы приводили только один ответ, мы ставили 2 балла из 4. Если же была одна работа, в которой были приведены правильные ответы 3 и 5, плюс еще куча неправильных. Но в той работе мы сняли за кучу неправильных, сняли один балл. То есть получилось 3 балла из 4. Эта задача одна из самых сложных. Всего за нее дают 4 первичных балла. Критерии каждый год уточняются. Но все равно эта задача остается недоступной большинству российских школьников. То есть 98% ее не решают. Задание с параметром. И, наконец, идейная задача, так называемая олимпиадная. Задание номер 19. Задача была взята похожая на задачу из прошлого ЕГЭ. Вот, то есть ЕГЭ 2018 года. На доске написано 100 различных натуральных чисел суммой 5130. Может ли быть среди них записано число 190? Это пункт А. Пункт В. Может ли там не быть числа 17? И пункт В. Какое наименьшее количество чисел, кратных 17, может быть на доске? Поехали решать. Ну, значит, решения пунктов А и В было достаточно много. То есть я могу сказать, что, как минимум, там, не знаю, человек 15 из тех, что я смотрел, работы решили и пункты А и В. Из количества, значит, профиль и базу писали примерно один к двум. То есть профиль писала у нас работ 100 с копейками, а базу писала работ 200 с копейками. Грубо говоря. То есть вот из 130 и 140 работ по профилю, примерно, ну, вот в 15 эти задачи были решены. По крайней мере, пункт А и В. Пункт В был решен, по-моему, только в одной работе полностью и в одной был решен не полностью. Про эту работу я еще скажу несколько слов. Она вот лежит у меня на столе. Это школьник, который набрал наибольшее число. Значит, так. Пункт А. Ну, пункт А простой. Находим сумму от 1 до 99. Чисел от 1 до 99. Это простая арифметическая прогрессия. Ее сумма равняется 4950. Значит, если мы теперь... Это сумма от 99 минимальных чисел. От 1 до 99. Меньше быть не может. Это сумма 4950. Теперь, если мы к ним добавим сотое число, например, сотое минимальное число 100, то мы получим уже 5150. Нет, то есть... Да. Значит, мы получим 5050, если мы добавим минимальное число. А если мы добавим к нему число 180, то мы получим тогда минимальную сумму 5130. Поэтому, если мы напишем число 190, то получится сумма, которая больше, чем 5130. То есть такого числа на доске нет, даже если рассматривать на минимально возможные числа. В общем случае, тем более. Значит, если в пункте А написать ответ... Нет, за ответы... Я еще раз говорю, за ответы части С баллы не даются. Везде должен быть ответ и обоснование. Это не часть Б. Так, пункт Б. Что там от нас требовалось? Может ли там быть число 17? Да. А может ли не быть число 17? Значит, если числа 17 там нет, скажем, а мы опять берем нашу минимальную сумму из 100 чисел, только теперь придется 17 выбросить, чтобы количество чисел осталось неизменным, мы должны будем тогда 17 заменить на число 101. Посчитаем эту сумму, это будет 5134 уже больше, чем 5630. Значит, такого быть не могло. Но мы посчитали числа от 1 до 99. Сумма от 1 до 100, это известно, это еще Гаусс посчитал, это 5050, значит, сумма от 1 до 99, это будет 4950. Гаусс посчитал эту сумму, если я не ошибаюсь, когда он был 7 лет. Его учитель вызвал в доске, и чтобы чем-то занять, дал ему, он там мешал людям, дал ему посчитать эту сумму, вот, он посчитал ее до нескольких минут у доски при помощи формулы суммирования прогрессии. Да, здесь используем формулу суммы арифметической прогрессии. Первая плюс последняя пополам умножить на количество. Формулы для арифметической прогрессии пожалуйста повторяйте. Значит, у нас уже было несколько вебинаров по задаче 19 профильного уровня олимпиадной задачи, только я проводил его два раза. Вот, смотрите, пожалуйста, а про арифметическую прогрессию было говорено, переговорено много раз. Вот, повторяться не будем, хотя отдельно вебинар по этой задаче мы, возможно, проведем. Еще раз. Таким образом, число 17 обязано быть на доске и пункт В здесь теперь по разбаловке. Первые два пункта задания 19 стоят по одному баллу. А вот последний пункт, пункт В, он стоит два балла, поскольку последний пункт является типичной задачей, так называемой, на оценка плюс пример. Оценка плюс пример. Значит, за оценку дается один балл и за построение правильного примера тоже дается один балл. Ну, в общем, оценка на чем здесь основана. Значит, мы рассматриваем все числа, которые делятся на 17, значит, и заменяем их, все числа, значит, на числа на 17, заменяем на наименьшие возможные числа, которые больше 100. За основу опять взята та же сама сумма чисел от 1 до 100. Тогда получается, мы выбрасываем числа, скажем, наибольшие, 51, 68, 85, и заменяем их на 100, 101, 103, 104. Считаем, это получается уже 5154. Значит, получается, что сколько здесь? Значит, получается, что не может быть меньше трех чисел, кратных 17. Потому что, вот если выбросить наибольшие, то уже получается, что в сумме 5154 равны. Но если взять на самом деле три числа, которые кратны 17, но которые не наибольшие, и заменить их на следующие числа, на 100, 101 и 132, то получившаяся сумма будет как раз 5130. То есть, первый пункт, это оценка, вот, он стоит 1 балл, и второй пункт, это пример, тоже стоит 1 балл. Для надо построить именно такой пример. То есть, надо найти, что для того, чтобы сумма точно была равна 5130, последнее число должно быть равно 132. Таким образом, ответ в этой задаче нет. Нет. Три. Вот. Ну, это все, что у меня есть по задаче. У меня как раз уложился во время. В заключение, вот, хочу сказать, что мы поздравляем школьника из республики Хакасия, Хоромушина Никиту, с тем, что он набрал наибольшее число баллов в нашем пробном ЕГЭ профильного уровня, а именно он набрал 98 баллов. Ну, а конкретно, свои баллы у нас, в следующем итоге нашего пробного уровня. Теперь, если есть вопросы, я готов на них ответить. Нет, ну, есть книжка специальная для тех, кто уже... Ну, значит, смотрите. Для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, подразумевается, что, скажем, высокий, это больше 80. Первое, что вы должны сделать, вы должны сначала научиться сдавать ЕГЭ на не слишком высокий балл, то есть на, скажем, 60-70 баллов. Не очень высокий балл. Это, в принципе, достигается путем тренировки части B и путем тренировки тригонометрического уравнения 13. Эти темы вполне можно тренировать, они доступны. А дальше, начиная с неравенства 15-го, уже как бы проходит водораздел между просто хорошими баллами на ЕГЭ там 60-70 и по-настоящему высокими баллами это 80 и так далее. Для тех, кто хочет сдавать ЕГЭ на высокий балл 80 и плюс, у нас есть специальная книжка, называемая «Алгебра с развернутым ответом», где, в которой разобраны неравенства, экономические задачи, задачи с параметром и олимпиадные задачи. Если хотите добавить еще геометрию, но геометрические пособия я уже называл. Стериометры метод координат, стереометры построения сечей. Спасибо большое и тогда до новых встреч на нашем проекте ЕГЭ сдавать. Всего доброго.